Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Усершавта, и сегодня у меня будет видосик про комп. Да, сегодня в видосе я буду собирать новый комп на самом мощном процессоре от Intel i9-12900KS. Материнская плата снова будет от Aorus Gigabyte. Но единственное, я не нашел самую-самую крутую, потому что сейчас реально с комплектующими очень большая проблема. У меня он будет полностью на кастомной воде. Сегодня у меня еще докуплена вот такая помпа от Corsair D5. Сегодня все в видосе, мельком про всему пробежимся, но это будет один полноценный большой видос. Сейчас у меня в компе стоит уже лет 5 вот такой i9-99200K. Покупал его в свое время за какие-то вменяемые или невменяемые, тогда бабки, это стоило очень дорого. Но верой и правдой он служил 5 лет и решил обновиться, пока сейчас вроде бы курс 52 или 53 рубля на сегодняшний день. И думаю, что скорее всего к осени он может подняться опять до 80-90. Тирето может быть больше, может быть чуть меньше, но я думаю, что 50 он не будет точным. Посмотрим и проверим. Поэтому решил обновиться. В общем, стоит сейчас i9-99200K. И стоит у меня сейчас вот такая вот плата от Aorus. Z390 Aorus Master. Плата очень крутая, ребят. На ней гонится все. На ней гонится проц, на ней гонится очень легко память. На ней очень много разных разъемов. Есть даже датчики внешние для подключения термоинтерфейса. Грубо говоря, термодатчики, чтобы можно было вывести, допустим, датчик подключить в контур кастомной водяной охлаждающей системы. На этой плате, которую я взял сегодня, это тоже Aorus Elite на DDR4 памяти, потому что бюджет ограничен. И DDR5 хорошей памяти пока до сих пор так и нет. Поэтому DDR4 и память оставляю свою. Вот такой комплект. Здесь нет термодатчиков. Ну, думаю, ну и бог с ним. В общем, все понятно, да? Система была вот такая. Плюс 3080 Asus. Она, конечно же, переходит в новый корпус. Про корпус я вам сейчас тоже расскажу. Все, отставляю процессор в сторону. Давайте покажу, как выглядит сейчас система. Здесь у меня два амморика. Один из них, вот этот монитор из 2К. И здесь у меня в корпусе Deepcool Matrix 70 собрана вот такая вот крутая система. Все это собрано на воде. Водоблок ЦПУ от Watercool. Помпа сейчас стоит от Bugsky. Вот такие вот обороты дает. 205, где-то 240 литров в час. И вода в нем 33 градуса. Стоит один 360 радиатор на 60 миллиметров толщиной. И вода разогревается в нем где-то 44-45 градусов максимально больше. То есть, вода не поднимается. Новую систему уже соберу все на новой помпе, чтобы потом не залазать по тысячу лет. Отсюда у меня переезжает все, кроме материнской платы и процессора. Все остальное у меня переезжает в новый корпус. Новый корпус выглядит вот так. Это Leanly Dynamic XL. Очень крутой корпус. О нем уже очень много всего наслышан. Я, в принципе, выложил его сюда на стол. Давайте с него и начнем. Все, что было в коробке, сейчас лежит у нас на столе. Коробочка, пакетик с инструкцией, корпус. Это, получается, низ. Здесь сразу же покажу пылевой фильтр. И потом мы сюда возвращаться не будем. Ну, пылевик такой, мелкая очень сеточка. Пылевики нужны. Здесь у нас ножички такие резиновые. То есть, он очень мягенько стоит. В комплекте сразу же вижу, что есть запасные вот эти ножки. Здесь более-менее поразобрался, да. Комплекты болтов для подключения всего. Блоков питания, материнской платы. Вот такие вот скрепочки мягенькие, чтобы проводку всю эту скреплять. Вот здесь вот этот набор. Это для удержания видеокарты. Как он крепится, сейчас покажу в инструкции. Вот такие вот всякие заглушечки. Это все типа, ну, потребуется. Пока не знаю куда. Есть у него также вот такая инструкция. Я думаю, что вся информация, в принципе, на сайте есть, на официально. Поэтому здесь листать особо не вижу смысла. Сейчас мы еще внешне посмотрим. Здесь у нас указаны все комплектующие, все болты, которые есть. И на картиночек, в дальнейшем, когда будете листать, здесь, в принципе, видно все болты, куда они идут. Ну, вот, допустим, винт B, винт A. Крепится здесь. На этой картинке смотрим, где у нас винт A и где винт B. Ну, и так далее. Все-все-все подробненько здесь расписано. Очень много можно SSD-шек сюда установить. У меня, в принципе, будет один HDD и у меня будет один M.2 на терабайт от Samsung 980. Потом здесь есть контроллер RGB, который мне, скорее всего, не нужен будет. Вот он здесь на картиночке. Но посмотрим здесь уже по факту. Сейчас разберу и рассмотрю. Может что-то и потребуется. Потому что у него на главной панели вот здесь сверху есть такая LED-подсветочка. Радиаторы здесь у меня ставятся, получается, в верхнюю часть, внутри боковая и нижняя часть. Можно поставить сюда 120, 240 и 360 радиатор. Я буду ставить вверх 360 на 60 мм. Посмотрим, как он будет умещаться, чтобы боковую еще убралась у меня 360 на 30 мм. То есть у меня будет два радиатора на 360 мм. И снизу у меня будет, Лен-Ли, ряд вентиляторов. Пока не знаю, куда я поставлю помпу. Может быть, она будет стоять скрытно. Это по факту уже разберемся. Также для вертикальной установки можно докупить вот такое специальное крепление. Оно стоит, по-моему, в районе где-то 4000 рублей. Корпус, кстати, не дешевый. Цените и гуглите сами. Высота, получается, здесь 162 мм. Это, в принципе, очень большой корпус. Это у нас не MIDI, потому что они бывают mid-tower. Это у нас full tower. То есть полная башня. Это очень большой корпус. Все, с картиночками разобрались. Давай развернем. Поставим его на место, снимем стекла. Потому что они сейчас для сборки не пригодятся. И, в принципе, весь комп будет переезжать туда. По факту, как буду собирать, буду примерно показывать и рассказывать, что куда. Все, собственно, его вернул в законное положение. Снимаем верхнюю часть. Для этого вот так вот откручиваем здесь вот такие штуки, чтобы нам снять все стекла, нужно разобрать. Чтобы эту штуку сдвинуть, здесь есть вот такой вот замочек. Его нажимаем вниз. И потом уже сдвигаем всю крышку вверх. Крышка выглядит вот так. Здесь по краю вот такие металлические направляющие. Дальше у нас сверху лежит вот такой пылевик на магнитах. Тоже убираем. И дальше, я так понимаю, можно уже снимать стекла. Приподнимаем вверх и убираем. Изнутри здесь стекло проклеено все вот такой вот антишумной, антискрипной лентой. И, соответственно, с двух сторон здесь у нас еще есть пленка. Плюночку я сниму уже в самом конце. И второе стекло тоже вверх и в сторону. Точно так же здесь у нас проклеена антишумная лента. Все, получается у нас вот такая картина, удобная для сборки. Переднюю панель корпуса я выбрал черно-серый. Он такой. Здесь кнопочка включения. Ресет. USB-шки. Две штуки, кнопки какие-то управления М и С. Я так думаю, что, скорее всего, для управления подсветкой, которого здесь лента идет. Есть на передней панели уже Type-C. Вход для микрофона, выход на наушники. И две USB-шки снизу. Но посмотрим на плате, сколько у меня разъемов. Потому что у меня еще для контроллера Лен-Ли. Нужны будут USB-разъемы на материнское плате. Посмотрим, как это все будет крепиться. Здесь у нас вот такой кронштейн-сетка для крепления вентиляторов, который снимается. Здесь выполнены заглушки. Очень мягенькие для проводов. Такие вот. Сверху. Здесь стоят заглушки, которые снимаются изнутри. Сюда я хочу поставить радиатор 360 мм. Здесь эти штуки все на винтах. Вот таких вот на быстрых, которые снимаются без отвертки. Вот такие пеньки-ножечки для материнки уже установлены в корпусе. Давайте перейдем к задней части этого. Прекрасного корпуса. На первый взгляд, он очень такой прямо большой, я вам скажу. Вот если взять вот этот корпус. Это Mid Tower. То он прямо очень уступает вот этому. И блок питания здесь размещается в этом корпусе сзади. Боковая крышка снимается движением вверх. На ней также есть парочка вот таких вот фильтров на магните. Вот так вот они выглядят обычно. Такая сеточка. Хорошо, что они есть. Так, здесь у нас задняя часть корпуса. Здесь у нас куча разных проводов. Часть проводов уходит вот за эту стенку. Сейчас мы с вами будем все это разбирать и смотреть. Итак, подразобрал нижнюю часть. Заднюю, скажем. Вот эта пластина снимается. Снизу откручиваете два винта вот такие вот маленькие. И четыре винта сверху. Для меня очень большой загадкой является непонятная штука. Ну, кроме того, что на задней пластине можно закрепить еще кучу-кучу SSD-шек, да, в таком плане. То есть, их можно здесь еще три штуки разместить. То здесь еще есть на четыре, по-моему, накопителя, что ли, получается. Да, два SATA. Здесь два SATA. То есть, две корзины для жестких дисков. Вы представляете, сколько здесь места просто сваровано. И, скорее всего, наверное, помпу все-таки буду размещать здесь, внизу. Здесь у меня будет блок питания. И над блоком питания, скорее всего, здесь будет помпа. И где-нибудь вот здесь, может, уеду. Не знаю, сейчас, наверное, будет скомпоновать. Разберу тот, буду собирать и уже смотреть. Но одна корзина с жесткими дисками отсюда точно пойдет нафиг. Потому что она здесь не нужна. Мне столько жестких не нужно. На нем подключение SATA. И два SATA-разъема для подключения к материнской плате. Ну, а это, соответственно, SATA-разъем питания. На каждой корзине. И снизу у нас весь контроллер ARGB. Здесь он также подключается к высоте питания. И здесь у него 5-вольтовый ARGB-разъем. Прикольно, что я вам могу сказать. Здесь тоже резиночки. Все мягенькое. Снизу все пусто. Вот эти верхние заглушки я уже снял. Да, в комплекте есть вот такие вот защелочки запасные. Вот они идут поменьше. И вот такие вот еще есть какие-то побольше. Здесь, в принципе, они просто вот так вот вставляются. Типа оно и защелкивается. Все. Все у нас установлено. Таким образом они здесь все вставлены. И сюда тоже можно SSD-шку еще накрутить. Очень много. Ну и здесь у меня будет состоять непосредственно 360 радиатор. Поэтому здесь мне этот момент не нужен. Давайте снимем одну из корзин. В принципе, здесь все откручивается легко. Вот такие вот болтики. Открутил. В руках у нас остается такая заглушка. Я ее, наверное, буду монтировать целиком. А здесь у нас... Как они? Чисто интуитивно. Я пока не понял, как это отсюда выниматься. А, мне нужно открутить все-таки вот этот. Да. И отсюда на салазочках. Вот так у нас прекрасно будут выезжать жесткие диски. Ну вот как-то так. В принципе, давайте не будем растягивать. Перейдем сразу дальше. Сейчас я откручиваю все вот эти вот винты. И просто одну корзину отсюда сниму. Не знаю, пока верхнюю или нижнюю. Сейчас будем определяться уже по месту. Все. Поехали. Мне нужно разобрать, достать вот с этого системника, соответственно, вентиляторы, радиаторы, слить воду. Очень-очень много дел. Давайте еще про компоненты сразу вам расскажу, чтобы потом к этому моменту не возвращаться. Сегодня у меня будет стоять вот такой вот Intel Core i9. Это у нас идет i9-12900KS. Да, ребятушки, КС решился. Пломбочку сейчас я снял. Внутри у нас лежит вот такая вот большая коробка. Есть какая-то инструкция. Наклеечка, кстати, есть, которую можно переклеить. И вот такая вот золотая таблетка. Да, с упаковкой, конечно, у Intel полный порядок. Откручивается она вот таким образом. Просто сдвигаем в сторону. Открываем. И там лежит чудо, которое нам, в принципе, и нужно. Intel Core i9-12900KS. Если вы покупаете АЕМ упаковку, а не коробочку, у вас будет просто вот такой вот блистер. Суть ничего не меняется. На гарантию никак не влияет. И с обратной стороны сокет. Сокет 1700-1700 ножек непосредственно здесь. Про него углубляться не буду. Что здесь рассказывать? Если будут вопросы, задавайте. Я думаю, что какие-нибудь тесты, перетесты мы еще обязательно сделаем. И установлено все будет вот на такой материнской плате. AORUS, как я уже говорил, Z690 DDR4, PSI5. Там-балам-балам-балам, туда-сюда. Самое необходимое, что нужно знать вам. Хотел я взять Master или какой-нибудь Ultra. Если у вас будет возможность купить на базе их, то это даже лучше. Потому что у меня прошлая материнка Master. И она очень крутая. Здесь у нас 16 фаз питания. Каждая по 70 ампер нам прямо рекламирует этот момент. Здесь я уже посмотрел. Есть M.2 разъемы. 4 штуки H. Я буду использовать только один. И там идет термопрокладка с двух сторон. Здесь у нас есть PSE 5.0. HDMI, DisplayPort, двойной канал DDR4. Кстати, здесь память гонится до 5.300 на этой материнке. Rayday и так далее. И звук, конечно, хороший. Но звук я буду использовать вот. У меня звук стоит. Внешняя плата VODYEN. Поэтому я на звук никогда внимания не обращаю. То, что стоит на платах. Четырехслойные, пятислойные всякие разъемы. USB, Type-C, FIGI-C, MOSFET. Супер-пупер. Супер-клевые радиаторы. С которыми стерстают с термопрокладками. Вот здесь тоже это все радиатор. Давайте откроем, посмотрим, как она выглядит. И непосредственно саму комплектацию. В коробочке лежит непосредственно сама материнская плата. Она лежит в таком даже не пенопласте, а просто картон. Есть вот такая у нас наклейка металлическая. AORUS. Пригодится. Есть инструкция. Инструкцию обязательно читайте, чтобы потом не было никаких вопросов. Ультилеглюч, гид. Здесь у нас SATA-разъемчики для жестких дисков. Два штуки. И в другом отсеке у нас винтики-болтики. Ну и специфический разъем для подключения к материнской плате. Кнопки управления, кнопки включения, кнопки сброса и так далее. То есть вот такой вот разъемчик. Я на прошлой материнке уже показывал, как это делается. Углубляться не буду. Ну и в принципе все. Весь набор. И сама материнская плата выглядит у нас вот таким образом. USB-шечек у нас есть. Раз, два. Так, здесь фронтальное аудио. LED-демо какое-то. Есть у нас 5-ти вольтовый разъем для подключения подсветки. Три у нас PSE-разъема. Здесь у меня будет стоять видюха. Управление вентиляторами. Кнопка сброса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть разъемов для управления вентиляторами, помпами и так далее. То есть они являются все в одном. То есть уже в настройках просто нужно выставить. Здесь у нас разъем 5-ти вольтовой подсветки. Здесь 12. Но 12 еще практически не используется. Поэтому 5-ти вольтовых получается раз и один внизу. То есть два разъема. Здесь у нас разъем для подключения Type-C. Очень массивные радиаторы. Если даже сравнивать с той материнкой, которая у меня стоит сейчас мастер, но Z390-й. То здесь прямо она реально тяжелая. Но нет бэкплейта сзади металлического, как на том. Но выглядит она прямо реально тяжелой. Здесь у нас пока что лежат еще такие вот наклеечки. Защитки, пленочки. Как все соберу, обязательно все пленочки сниму. Такая же здесь. Здесь двухканальная память. Соответственно, здесь сейчас буду вставлять во второй и четвертой память, потому что у меня две плашки. Здесь USB 3.2 тоже на фронтальную часть он улетит. Ну что еще? Не понравилось мне единственное разъем 8 плюс 4. Хотелось бы, конечно, 8 плюс 8. И нет здесь управления на внешние термодатчики. Тоже небольшой минус. Вот эти вот разъемы не понимаю пока для чего, но разберусь. Собственно, вот такая вот материнская плака, на которой все это дело будет у меня работать. С обратной стороны. Да, здесь как у мастера нет дополнительного металлического бэкплейта, но выполнено все довольно-таки добротно. Плата очень толстая. Погнуться в принципе не должна. Башня у меня стоять никакой тяжелой не будет. У меня будет стоять кастом-вывода. Рамки никакие дополнительно ставить не нужно. Все уже здесь установлено. По задней части вверху 4 USB разъема, 2 разъема USB 3.2, HDMI дисплей порт, Type-C одна штука, USB 3.2, 3 штуки LAN 2.5, цифровой аудиовыход, есть вход для микрофона и линейный выход. Мне в принципе из этого ничего не нужно. Мне нужен только Type-C. Ну и USB-шки само собой. Все, ребятушки, разбираю, собираю и постараюсь по ходу, может быть где-то будут есть какие-то дополнения, буду вам показывать. Сейчас у меня там стоит только 360 на 60. Вон там наверху у меня уже ждет сюда радиатор 30 мм. Сейчас буду примерять. Надеюсь, я сегодня все соберу. Времени, кстати, сейчас 19.50. То есть где-то в полвосьмого я начал записывать. Ну, когда записываешь, конечно же, весь этот процесс длится намного дольше. Так что давайте не будем тянуть. Поехали собирать новый комп. Надеюсь, он будет мощным, прослужит мне еще хотя бы лет 6-7. А может как пойдет, посмотрим. Погнали. Да, процессор, кстати, можно сразу установить. Здесь есть ключи. По-другому, в принципе, я его сюда поставить ряд ли у вас получится. Ну все, собственно, процессор установлен. Итак, друзья, всем привет. На самом деле прошло уже полтора месяца где-то. Системник на самом деле я уже собрал, потестил, поиграл. Вы можете посмотреть стримы у меня на канале в плейлисте. Фортнайта, танков и так далее. Там стримы все есть на канале. Можете посмотреть там, когда вышел первый видос с этим компом. Там так прямо первый стрим был назван. Первый стрим, там 12900КС. Сегодня, собственно, я почему решил этот видос дозаписывать. На самом деле не все еще зафиналено. Сегодня я поменяю радиатор. У меня стоял 1,30-ка. Он был на боковушке. Я вместо него поставлю 40-ку. Он должен работать более лучше. И еще есть кое-какие дополнения. Сейчас, в принципе, я о них вам и расскажу. Погнали. Сейчас, собственно, все в таком вот состоянии. Я уже готов заливать воду. Что произошло? Давайте сразу же разберемся. Я поменял трубки. Это трубки ПЕДГ. Но ПЕДГи, фиг знает, мне понравились не очень. Акрил все-таки. Вот сейчас я поставил акрил. Вот это сейчас все здесь акриловое. И они выглядят поинтереснее. Они обрабатываются им поинтереснее. У них температура плавления повыше. То есть они сгибаются попозже. Вот такую воду я в итоге залил. Был так, кстати. Кстати, чуть не забыл. Сразу же, как только я залил, все заправил. Стал вот так же вот первый контур продувать. То есть здесь еще только водички залило в колобу. Но я еще ее не прогонял. Там было все точно самое. Полтора месяца назад я залил вот такую вот прекрасную жидкость EK Creafoil Navi Blue Remix. И что у меня стало с помпой? Я немного офигел. Я подумал, что я, наверное, что-то не то купил. Или это, наверное, бракованная помпа. Собственно, сейчас вы видите видос. Пожалуйста, наблюдайте. По-моему, пошумеет. От этого всего шума я немного офигел. Таким образом, на максимальных оборотах эта помпа так работала. Ну и, конечно же, меня это не устраивало. Но самое интересное то, что, в принципе, на максимальных оборотах, это то, что обороты этой помпы и не нужны. Поэтому особо я, конечно, не паниковал. Но понимал, что мне придется сдавать это все дело на проверку качества. И, наверное, менять. Но потом я подумал. Блин, а почему бы мне не слить эту жижу. Крутую. И не залить обычную ГОСТовскую дистиллированную воду. И что вы думаете? Помпа заработала. Отлично. Ее вообще не стало слышно. Сейчас я, в принципе, постараюсь вам это все дело показать. Так, по жидкости понятно. По трубкам понятно, что лучше брать акрил. Брал на Алиэкспрессе. Доставка была с России. Трубки пришли очень быстро. О, там где-то наверху они лежат. Я их по одной вытаскивал. Всего было 6 трубок. Все собрал. Осталось где-то полторы трубки. То есть, 4,5 трубки у меня сюда ушло. Примерно. Может, 4. В прошлом видосе у меня не было. Я сюда докупил вот такой расходомер. Пусть будет, потому что здесь все равно как бы пустое место образовывается. Также я поставил еще фильтр. Потому что меня задолбал вот этот вот самый водоблок. У него очень мелкие просто вот эти самые ребра. И туда постоянно что-то норовит забиться. Я его разбирал два раза. И два раза там что-то лежало. Но это все было на жидкостях. Вот на таких. То есть, жидкость бы вроде прозрачная. Но все равно какой-то осадок есть. Я не знаю, откуда он берется. Для меня это загадка. Собственно, вот так у меня проведена система. Помпа. Дальше фильтр. Расходомер. Вот такой визуально, чтобы было видно. Ну, корпус. Сами видите. Корпус позволяет все это сделать. Корпус очень большой, просторный. И все в нем прекрасно размещается. Затем у меня все это дело идет в видеокарту. В видеокарте BRO здесь обязательно вход вот здесь. Карта 3080 Asus. То в гейме. То есть, бейплейт у меня здесь пассивный. Поэтому воздух мне потребуется. Я сначала думал, вроде бы радиатор сюда поставить. Но решил, что третьего радиатора не будет. Хотя, вон там 30-очка у меня лежала. Но решил, что я ставить не буду. Мне нужен поток еще холодного воздуха, который будет охлаждать. И вот этот бейплейт. И вот этот радиатор. И мне нужно, чтобы воздух здесь как-то циркулировал. Поэтому решил вот так. Потом у меня с видеокарты уходит все на радиатор. Здесь у меня бакски 60 мм. Моделька, я думаю, видно. ТК-60, версия 2, медный, бла-бла-бла, туда-сюда. С радиатора у меня выходит на водоблок процессора. HeadKiller 4 Pro, Full Nickel. С него у меня уходит на радиатор, который стоит у меня с обратной стороны. То есть, здесь вы видите вот такие вот фитинги, входы. А с обратной стороны здесь у меня спокойненько размещается 40-й радиатор бакски. У меня буквально на днях пришел в такой вот коробочке. А вот это у меня коробочка от 60-ки. Ну, она немножечко потолще. Здесь получается двухслойные соты, здесь трех. Давайте сразу с обратной стороны пробежимся. Вот этот бардак весь рассовывать вот так вот по проводочку я не буду, потому что в этом корпусе есть вот такая вот замечательная пластина, которую я вот так вот вставляю, и все скрывается за ней. Я вам потом в итоге, как это получилось, покажу еще. Просто необходимости делать какие-то манипуляции вообще нет. Один держатель для жестких дисков я снял, потому что мне в принципе не нужен. У меня всего один жесткий диск на 6 терабайт и все. Блок питания 750 ватт внизу, дипколовский. Вот этот контроллер временно пока от нижних вентиляторов, потому что у меня еще не пришли три вентилятора. Здесь его не будет, он соответственно улетит. Все, вентилятор у меня питается вот такого контроллера Lianli. Программа по нему, кстати, обновилась. Теперь есть третья версия без всяких глюков и так далее, где можно каждый настроить как вам угодно, без использования оборотов материнской платы. То есть к материнской плате его можно вообще не подключать. Сейчас у меня здесь занято три слота. Сейчас еще придут нижние вентиляторы, три комплекта. Они вот-вот уже придут. Я допишу видос и покажу, как в итоге все собрал. Дальше поехали. Все разъемчики, саташки, управление и так далее. Ну и в передней части, собственно, с радиатора у меня уже выходит на датчик потока Thermaltake Pacific TF2. Вот так вот он выглядит, к нему подходит сатопитание здесь. Дальше с него тоже все это акриловые трубочки. Погнул. И вот так вот у меня заходит в помпу. Помпа у меня установлена на нижний вентилятор 120 с помощью вот такой вот рамки. Да, решил, что это все-таки вариант более интересный. Если я креплю вот на эту, на нижнюю часть, то у меня даже если здесь будет вентилятор, допустим, покрепить так же на вентилятор, то у меня не дает бэкплейт видюхи. Но вроде на этом все как-то так. То есть вернулась в помпу и все пошло по новому к другу. Здесь у меня стоит отдельно вентилятор на выдув. То есть эти три на выдув. Эти три через радиатор соковой на выдув. Здесь у меня карта захвата Avermedia. По ней видос не делал, так что вот ее здесь можете посмотреть. В идеале бы, конечно, бы какую-нибудь RGB-шную DDR-ки поставить новую. По температурам проц меня просто, конечно, удивил. Я был в шоке. Такие температуры возможны. Я вообще думал, что i9-9900K горячий. Но как показала практика, он был какой-то не такой. Здесь проц намного мощнее. В некоторых программах он уходит там под 200 ватт вообще качает. У меня стоит сейчас в 5,2 Гц. И все равно температура, я с него вижу максимальная 70, 72. Стресс-тест какой-нибудь типа Линкса 78. Я, конечно, просто в шоке был. То есть этот проц более удачный. 5,2 Гц у меня сейчас стоит на 1,29. Но в принципе и на 1,27. 1,26 работает тоже в 5,2. Но в попугаев выбивает в Линксе на 1,29 больше. Поэтому пока стоит на нем. Могнать ничего больше пока не буду. Ну так пофиксил, чуть поубрал. И все. Если будут вопросы, задавайте. Сделаю отдельный видосик. Потому что все один видос впихивать. Это уже понимаю, что это будет просто ваханалий. Так вот уже даже сейчас снимаю уже практически 15 минут дополнительного видоса. Дальше какие планы? Включаем комп. Прогоняем. Смотрим, ничего ли не протекает. Убираем все, соответственно, бумажки и промокашки. Подключаем все питание. Включаем, пробуем, тестируем и радуемся. Если у вас остаются какие-то вопросы после этого просмотра, обязательно жду вас в комментариях. Какие-нибудь стресс-тесты, наверное, еще в конце я прогоню. И что, давайте заливать водичку. Подключаю сетевой кабель. Провод к материнской плате. Вот такую заглушечку из комплекта Corsair вставляем. И просто потом кнопочкой включения блока питания начинаем прокачивать водичку. Поехали. Не знаю, может что-то потечет. В принципе, салфеточки разложил. Поехаем, пробуем прокачивать. В этом режиме, когда вы просто вставляете заглушку и начинаете прокачивать эту систему, помпа, соответственно, работает на 100%. Ее никто не регулирует. Добавляем водичку. Поехали еще раз. Ну, собственно, такими макарами добиваемся того, пока вода не перестанет уходить. То есть постепенно добавляем, добавляем и включаем. Давайте покажу вам немного с другого ракурса, где у меня датчик стоит. Здесь можно посмотреть, как раз оборота. Ну, пока изначально помпа вот так вот вроде шумит, но шумит изначально не воздух. Потом, соответственно, пузыри уйдут. И помпа станет очень тихой. Одновременно начинаем проверять, не течет ли где-то в фитингах. Досконально. Радиаторы. Может, какие-то капли появляются. Сейчас, наверное, еще чуть-чуть пошумит. И пройдет. Можно вот так остановить, подождать. Немножечко покачать корпус. Можно это все на заведенном поделать. То есть включаем питание. Воздух начинает усердно булькать. Наклоняем. Видим, как у нас по системе начинает туда-сюда ходить воздух. Можно в таком положении. Вы видите, что вода уже, в принципе, у вас есть. До самого верха. Доливать особой необходимости нет. Можете оставить на полчасика поработать. И заодно посмотреть, все ли работает. Так сказать, опрессовать. Эта дача, кстати, очень хорошо видно, что что-то движется. Потому что, когда сейчас воздух пройдет, помпа, ее вообще будет не слышно. Вы просто не услышите. Сейчас еще воздух шуршит. И потом вы просто офигеете слушать и ждать. Вот этот датчик я поставил именно с этой стороны. Потому что комп у меня стоит вот здесь, слева от стола. И когда я сижу, я вижу температуру и поток в мониторе. А если, допустим, где-то сбоку я прохожу, то я вижу, что этот датчик просто вращается. Просто факт, что помпа работает. Ну, как бы, вторая часть. Скажем, заменитель вот этого основного датчика потока. Чтобы просто понимать, вращается помпа или нет. Потому что я еще раз говорю, что сейчас просто все будет бесшумно. Все, давайте. Сейчас у меня уже прокачается. И я, наверное, вам включусь еще раз, покажу, как это все дело по факту уже работает. Итак, друзья, спустя где-то минут 10-15 мы понимаем, что вот помпа уже воздуха совсем не слышно. И она просто бесшумная. Она вообще бесшумная. На максималку качает 248, ну, 250 где-то литров в час. 28 градусов, а до дома сейчас 30 градусов. Жестко. Ну, а финалочку уже покажу сейчас, как будет работать, когда поставлю эти вентиляторы. Буквально через 5 секунд вы увидите, как весь адком светится, выглядит и так далее. То есть пока вот так предварительно. Посмотрели, запомнили. И все, собственно, переходим в следующий день. Я вам покажу, как он выглядит. И проведем пару тестов. А, еще хотел оговориться, есть вот такой вот датчик. Это датчик давления. То есть перепускный грубо клапан. То есть когда воздуха слишком много копится, он просто берет и выпускает воздух наружу. То есть не создает избыточное давление. Стоило он в районе там 200-300 рублей. Куплено на Али. Ссылочку постараюсь оставить в описании. Все, ребятушки. Не переключайтесь. 2 секунды. И продолжение уже со всей подсветкой и так далее. Плюс тест. Поехали. Итак, друзья, наступил следующий день. Сегодня воскресенье. У меня 7 августа. Ну, чтобы вы понимали примерно, как это время все происходит, как это, с какой скоростью все собирается. Сегодня у меня подъехал комплект вентиляторов с контроллером. Ну, контроллер, в принципе, не нужен. У меня там один есть. И к нему можно подключить 4 таких комплекта вентиляторов. Собственно, комп уже все собрано. Вот так вот все выглядит. Как вам? Пишите в комментариях. Сейчас мне нужно будет вместо вот этих нижних вентиляторов, временных, кулумуновских и контроллеров, поставить Lianli SL-120. Ну, в принципе, ровно такие же вентиляторы, как у меня стоят вот эти все. Сейчас поставим, соберем и покажу, соответственно, финальные результаты. Потом уже потестим, погоняем по играм. Прогоним пару тестов. Вы посмотрите, примерно, что за система у меня получилась. Ну, дома сейчас больше тридцатки. Соответственно, температура воды 31 градус. На холостых у меня работает где-то 110 литров в час расход. Под нагрузкой где-то 170. То есть на максималку я помпу не ставлю. В принципе, необходимости нет. Что, погнали собирать? На днях у меня еще приехала вот такая подставочка для наушников. Не знаю, если видос на канале есть, значит, уже выпустил. Если нет, значит, вот-вот скоро появится. Расскажу более подробно, что это да как. Потому что это не просто подставка, есть пару определенных фишек. Выключаем комп, снимаем стекла, крышки. Это делается все очень просто. Выставляю вот сюда вот на рабочий такой столик. Иду, устанавливаю вентиляторы. Погнали. Есть нюанс по снятию стекла. Я всегда беру салфеточку. И вот так вот салфеточкой беру, чтобы не оставалось отпечатков. Боковое стекло также снизу просто поддевается и снимается. Вот здесь, в принципе, с обратной стороны видно, что я провода никакие не собирал. Но здесь все очень чистенько, красивенько. В общем, круто. И здесь, соответственно, видите радиатор, который здесь стоит. Чтобы снять крышку, а мне нужно будет добраться к контроллеру, откручиваем два винта сверху. Два винта снизу. И эта крышечка вот так вот у нас отщелкивается. Все. Здесь, в принципе, можно уже посмотреть на все добро, которое здесь находится. Соответственно, вот этот контроллер мне нужно будет сейчас вытащить. Сюда включу еще гирлянду вентиляторов и будем пользоваться. Для того, чтобы их снять, здесь нужно снять вот эту площадку. Она целиком вверх снимается до этого. Для этого нужно открутить вот эти два винта. Раз, два. После этого вот так вот отщелкиваем и целиком вытаскиваем. Ну, соответственно, сзади нужно контроллер отключить. С обратной стороны ничего сложного нет. Просто на штатных саморезах, которыми крепятся вентиляторы, все это дело собирается. Сейчас сюда три леонли. Туда чпок. Все к контроллеру подключаю и пользуемся. Вентиляторы у меня приходят в такой коробочке. Открываем. Сразу же увидим три провода для подключения к контроллеру. Три вентилятора. Каждый идет в своем пакете. И в каждом пакете на вентиляторе есть вот такая черная наклеечка, чтобы этот указатель сделать не серебристым таким блестящим, а просто черным. То есть здесь уже на свой вкус. Также есть у нас мануал, как это все дело устанавливать, рекомендации. Также здесь вышло новое программное освещение. Леонли Connect 3. Вот именно им я пользуюсь. Ну и здесь коробка с контроллером. Вот так вот он выглядит. Винты для подключения. Вентиляторов. Три комплекта. Двухсторонний скотч. Для крепления контроллера. Вот такой переходник для подключения к ARGB. Разъем для питания контроллера. И разъем для управления контроллером. То есть здесь непосредственно скорость вентиляторов. И вот этот разъемчик это питание ARGB. А вот это у нас получается разветвитель. То есть чтобы из одного разъема сделать несколько. Все в комплекте, все удобно. Из всего этого добра мне потребуется комплект для крепления вентиляторов. Один проводок. Вот эти три не потребуются. Они нужны только для того, если вы будете отдельно все эти провода прикреплять. Я же буду собирать все вот таким вот образом. То есть вместе соединяете и защелкиваете. С одной стороны непосредственно есть здесь площадка. А с другой стороны вот такие вот пины, коннекторы. Дальше крепится один всего лишь проводок. Вот таким вот образом. И собственно по одному проводу все это подключается уже непосредственно к коннектору. А эта плашка соответственно ложится сюда. Все. Очень удобно. Компактно. По характеристикам. У этих вентиляторов поток 58.54. Обороты 800-1900. 120 на 120. Динамические подшипники. И шум 30 дБ максимум. То есть вентиляторы очень тихие, ребят. Уже в принципе не один комплект беру. Потому что они мне понравились. Есть отдельный по-моему видос даже по этим вентиляторам. Но в принципе я думаю, что все понятно. Ссылочку на них тоже оставлю в описании. Этот комплект мне кстати обошелся на лихе. Когда доллар был по 51. За 5 по-моему 400 или 5500. Сейчас я думаю, что они немного подороже должны стоить. Сразу проверяю. Нет ли каких-то здесь шумов посторонних. У меня вентиляторы работают отлично. Они меня будут затягивать воздух снизу в комп. Соответственно они меня будут стоять вот таким образом. Вот этими штуками вверх. Потому что всегда поток движется в сторону вот этого крепления, где есть провода. То есть вот так вот. Вентиляторы очень такие плотные, собранные. Ничего не болтается, не хляпает с двух сторон. Вот эти прорезиновые ножки такие. То есть ну не знаю, крутая тема. Они еще есть 140 миллиметров, поэтому уже смотрите на выбор, какие вам больше нравятся. Собираем. Можно еще как вариант, кстати, вот эти наклеечками. Сейчас у меня вентиляторы соответственно встают вверх. И здесь видно вот такие вот характеристики. Можно заклеить ими здесь. Может так будет даже интереснее. Сейчас я это в принципе и делаю. Наклеечка идет вот такая вот металлизированная. Все, четко встала. И не забывайте обязательно учитывать, как вы будете проводить провода. Потому что если ее развернуть наоборот, вот этот провод, он будет выставляться вот здесь. И вести его будет не очень удобно. Я его поставил с этой стороны. Сейчас вставляю все сюда. То есть просто прикрепляется и защелкивается. И дополнительно еще крепится на пару таких винтов. Снизу у нас есть пылевичок. Но если кто-то не в курсе, то он соответственно можем видеть пыли. Все, фильтр на месте. Все, вентиляторы закреплены. Проводим провода. Закрепляем здесь на место. Подключаем и пробуем. Смотрим, что у нас получилось. На самом контроллере проблем вообще никаких не вызывает. То есть вот у вас пришло два провода от этих трех вентиляторов. И вы, соответственно, вот у меня гнездо 4 свободное. Одну часть сюда. И разъем подсветки сюда. Все, контроллеры подключены. Дальше в принципе просто ставить вот эту планку. И ничего распихивать в принципе не нужно. Можно вот эти провода сюда подтянуть. Чтобы они просто не болтались. На них все. Все, готово. Собираем крышки на место. И пошли тестировать. Давайте вот так вот со всех сторон вам еще обзорчик сделаю. Все. Погнал собирать стекла на место. Ах да, забыл еще, кстати, упомянуть про вот эту вот подсветку, которая есть на корпусе. Вот видите, Лена такая вниз бегает. Здесь кнопочки есть, которые вы можете это дело переключать. То есть можно отключить, включить. Сделать ее такой и такой. Ну просто вот разноцветной. Здесь уже просто берите, щелкайте. Контроллер запитан. Не синхронизирован ни с чем. То есть он как отдельная штука живет. Здесь есть просто статичные цвета. Там зеленый, синий и так далее. Либо просто вот такая полоска, которая будет туда-сюда бегать. Итак, друзья, всем привет еще раз. Да, ролик получается очень длинный. Сел монтировать. Сегодня у меня 13 сентября, чтобы вы понимали. У нас появилось уже iOS 16 на iPhone. Но сел монтировать, и дойдя практически до конца, я понял, что у меня части видосов почему-то нет. Вместо их видео у меня лишь только фотки. Это не дело, осталось самые интересные тесты. Что ж, давайте не будем тянуть. Приступим. Включаем комп. Ну для начала, вернее, стабилизатор. Теперь комп. Для начала мы прогоним линкс. Сейчас у меня стоит вольтаж 1.29. И зафиксено все в 5.2. А эффективные ядра у меня в 4. Я думаю, что все будет видно. Если не будет что-то видно, я откомментирую дополнительно. Вот здесь наверху у нас есть температура. Актуальный, минимум, максимум и средний. Эффективные ядра у меня стоят в 4 МГц. Потом мы прогоним 3DMark. Посмотрим температуру и на видюхе, и на процессоре. И потом я еще запишу вам пару игр со стрима. То есть, ну в принципе, я компом пользуюсь уже 2 месяца. Там в верхнем левом углу есть все характеристики и данные датчиков. Можно будет там посмотреть. Все, погнали тест. Первый линкс. Вот с такими вот настройками. Все, тест пошел. 265 Вт, 266 Вт. То есть, ну напрягается он прилично. Процессор у меня работает в 5.2. Ну, если вы говорите, что эти вертушки на максимальных скоростях очень громкие, то я вам скажу, вот сейчас они практически на максимальных крутятся. Ну и это очень тихо. Вода 29 градусов. Ну, а пока делается тест, можно чуть-чуть рассмотреть компьютер. Вот так вот он сейчас выглядит. Вот такая красота получилась. Подсветка у меня подключена через переходничок к материнской плате. И через нее работает у меня помпа и водоблок видюхи. Все остальное работает через вентиляторы Лианли. А, кстати, сейчас покажу еще, как ими управлять. Кайф. Ну, как я и говорил, единственное, что мне не хватает, это вывод для внешних термопар. Чтобы можно было контур подключить непосредственно к материнской плате и отслеживать температуру воды. На этой материнской плате такой возможности нет. 270 ватт проскочило. 272 ватта. Ну, Lynx жарит очень хорошо компьютер. В играх реально там ему в два раза меньше влот употребления. Все, третий проходик, делаю три прохода. Частота, как вы видите, стоит стабильно в 5,2 при 1,29 вольтах. И немного там еще поколдовалось биосом. Но биос это уже сделаем отдельный видос, если будет желание у вас. Так, все, тест завершен за 2 минуты 58 секунд. Вот такие показатели получились. Надеюсь, все видно. Максимальный гигафлопсов 466,5. Температура максимальная 82 градуса. Это по HF-Info. Средняя температура 53. Считаю, что это очень хороший показатель. И это намного меньше, чем у меня было на i9-9900K. Здесь все-таки, ребят, не забывайте, стоит 12900KS в 5,2 и 4 ГГц по E-ядрам. Показатель просто шикарный. 300 Вт мощности и максимально 82 градуса. И то это было в каких-то пиках. При этом, если посмотреть температуру вот здесь, то есть стресс только закончился, все уже стоит в пределах нормы системной платы 26. То есть, ну, ком получился очень тихий и холодный. С линксом понятно. Сейчас мы с вами запустим программку GPU-Z. Ну, это, кто не понимает, в этой программе можно отследить, сколько было максимум. То есть, есть средняя, минимальная и максимальная. Ну, и моментальная. Вот так вот. Два монитора. Сейчас я перетащу все данные туда. И будем там мониторить. Ну, потому что здесь будет идти тест, он будет. Экран занят, и мы ничего с вами не увидим. Нащелкал, все, запускаем 3DMark. Водача в системе 32 градуса. Ну, больше охлаждать я не буду. Процессор, в принципе, все остальное остыло. Давайте я вам покажу программу L-Connect, которая пользуется. Вот она находится здесь. L-Connect 3 называется. Можно скачать, перейдя на официальный сайт. Там есть и программы, и прошивки, и так далее. То есть, после того, как вы установите вот эту L-Connect 3, вы сможете зайти сюда, в настройки. Здесь ставите галочку авторан. Меминизировать, чтобы он каждый раз сюда не выскакивал. Здесь определяется девайс, который есть. Здесь вы можете обозначить любое название вашим группам, которые вы подключили к этому контроллеру. То есть, у меня там 4 сейчас подключения. Я их для себя назвал. Верх, Бок, Тыл и Низ. Чтобы мне было понятно, какую группу вентиляторов я регулирую непосредственно сейчас. И есть кнопочка Update. Здесь можно обновить. Но вам при первом подключении блок в любом случае придется обновить прошивку. А в дальнейшем оно здесь само все обновляется. То есть, здесь щелкать ничего не нужно будет. Эта программа сама может считывать информацию с материнской платой. Поэтому подключать ее к управлению вентиляторами, в принципе, не требуется. Здесь мы видим, что процессор сейчас 35 градусов. Заходим в вкладку Fan Pump RMP. И здесь вверху можно также включить управление с материнской платой. Но это нужно будет подключать к разъему вентиляторов. Либо вы можете просто здесь выставить вот такие вот кривые. И не обязательно кривые, они могут быть и прямые. Если вы хотите сделать на постоянку вентиляторы, вы просто выставляете прямую, и они всегда вращаются на 900 оборотов. Все. У меня настроены вот таким вот образом. То есть, вверх у меня работает. Вот под такой кривой я выставил определенные минимальные обороты, при которых он ниже не опускается. Но это минимальные обороты, в принципе, самих вентиляторов. 800 где-то примерно оборотов у меня сейчас стоит. И во время игр где-то вот от 55 градусов у меня выходит на 64%. И при 83 градусах у меня на 73% крутятся вентиляторы. То есть, система, в принципе, очень тихая. И только лишь, если у меня процессор доходит до 98 градусов, у меня вентилятор начинает вращаться на 100%. Боковые у меня подключены по такому же графику. Я просто его клонировал и переставлял. Тыл у меня настроен чуть-чуть по другому графику. Это задний вентилятор. Его можно, в принципе, зафиксировать на 900 оборотов. И вообще, чтобы он не регулировался. И низ, который подает воздух у меня, настроен по графику, такой же, как у меня задний вентилятор. То есть, они настроены по одному графику. Также здесь есть вкладочка «Быстрая настройка». То есть, здесь программа сама может определить продукт. То есть, вы подключили это SL-вентиляторы или QL. Или вы подключили вот такую RGB-подсветку и так далее. Он это все определяет. Но также можно выставить вручную. SL, AL, SL, INF. У меня это SL. Здесь можно выставить сторону вращения, в которую будет у вас подсветка переключаться, яркость и скорость. Все, мне, в принципе, здесь больше ничего не нужно. Она запущена всегда и справа находится в трее. Я запускаю вот здесь вот, сбрасываю датчики, нажимаю «Reset» и запускаю 3DMark. Так, нажимаем «Run». Как вы можете видеть, стресс-тест во все уже идет. Нагрузка на видюхе 343 Вт. В 1950 Гц она у меня сейчас настроена. И она у меня не разогнана. Температура процессора 74 градуса пока. VRM 49 градусов, системная плата 28. То есть, в принципе, материнская плата практически не греется. Так, мост 34 градуса. Компа при этом практически не слышно. То есть, ну, слышно там, что там, тушь, шуршет вентилятор и все. Все, я сейчас прогоню все и покажу вам уже результат. Это реально видос получается и так уже очень длинный. Но, ребят, я не могу не вставить эти показатели. Итак, запустился уже последний стресс-тест. Этот стресс-тест влияет очень сильно на процессор. Но проходит он очень быстро. Вода после всех стресс-тестов прогрелась до 38 градусов. И мы видим вот такие с вами результаты. 17,675. Графика 17,619. CPU 18,005. Ну, да, теперь давайте говорите, у кого работает лучше. Монитор, напомню, у меня стоит 2К. Так, при этом, что у нас с температурами? Частота была максимальная 1965. GPU температура 48,7. Это была максимальная температура. 48,7, ребят. Температура памяти 68. Перед тем, как я собрал кастом, у меня вот эта температура памяти влетала до 90 градусов. 90 с копейками там всегда было. То есть, память грелась очень сильно. Потребляла видеокарта 342,7 ватта. Здесь можно посмотреть более подробно. Сейчас я сделаю скрин еще и закину дополнительно. Температура максимального процессора 76 градусов. То есть, в принципе, очень даже хороший результат. По HF-Info максимальная температура процессора была 67 градусов. Можем все это посмотреть. Я ее перед тестом сбрасывал. А та, видимо, может быть, не сбросилась, не знаю. Либо такая разница в температурах. Не очень-то мне, конечно, верится. 76 и 67 – это совершенно разные цифры. Но какой из программ доверять будете вы, это только на ваше усмотрение. Я показал все данные, показал все, как есть. Ничего не скрывая. Дальше уже решайте сам, какому из датчиков вы доверяете больше. Сейчас еще сделаю пару записей экрана прошлых стримов. И, в принципе, на этом можно было заканчивать. Я так понимаю, что видео уже улетело за час. Если у вас осталось какие-то либо вопросы, задавайте. Отвечу на все с удовольствием. У меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Надо гриб напрыгнуть. Срачняк. Я не понимаю, откуда он. Где еще гриб нужен? Там чела летит. Опаньки. Иди сюда, красавица. Кстати, блок питания. Это я нормально купил. Вроде говорят, нормальный. Кулер мастер. Нормальный, да, блок. Не спорю. Вопрос цены просто можно было чуть дешевле взять. Тот же Deepcool допустим. Блок норм. А, это вопрос. Да, 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 нормально было. Да ты чё, кабан, блин, офигел? Вот Антона. Вот. Проваливай. Тревога, сюда кто-то пробрался. Эй, я, нет, нет. Что? Патруль, предполагаемый преступник или преступники обнаружен рядом с вами. Кто пожилой, еще об этом? Нет. Да, блин. Я слушаю. Что у вас случилось? Займу укрытие. Мне нужно укрытие. Ну, хз, чё делать? Ну, вот я закрыл профиль, и вроде как победы начались. Так, куда мы здесь поедем? Так, куда мы здесь поедем? Давай налево, блин. Можно отсюда побоедить. Что ты прячешься? Чё ты прячешься? Странный подход. Противник обнаружил нашу машину. Сковородка, блин. Все на премах катают и с голдой, блин. Пошли, что ли, спокойные времена, когда обычно катали? Бля какой осторожный песец просто. Мы обнаружены. Сглазил. Разглазил. Разглазил. Прямо. Разглазил. Разглазил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...